Что делать, если все задолбало и уже не хочется ничего, наступила апатия ко всему? На самом деле, если вы попадаете в такую ситуацию, и это состояние ваше сиюминутное, вот вы устали очень, вот такой день, что не хочется ничего, вот вы проснулись, не знаю, засыпаете, если это ситуативная ситуация, то в принципе ничего страшного в этом нету, просто дайте себе возможность повисеть в этом состоянии, вот просто в нем побыть. На меня лучше всего в этом случае действует момент сна, потому что я очень не люблю такое состояние, но у меня это связано всегда, в 100% случаев, именно с усталостью, когда усталость настолько сильная, что ты уже не можешь не спать, ничего, и просто я понимаю, что, о боженьки, как бы мне вот это вот перетерпеть, потому что я точно знаю, что завтра я проснусь, и все будет окей. Если вы приходите в такое состояние, и вы понимаете, вы можете мне сказать, да я давно в таком состоянии, да это вообще, в принципе, мое обычное состояние, да, вот такая, близко к депрессии, я не психолог, я не знаю, что такое депрессия как таковая, вот как явление, что происходит, и не врач, и не доктор, я думаю, что тут есть моменты и нюансы, но большинство людей, 99% нет у них никакой депрессии, есть банальная лень и банальная такая вот штучка, знаете, у меня депрессия, как защитная реакция у человека, да, проще всего сказать, потому что чаще всего, если у вас депрессия, не вы ставите себе диагноз, а вам уже со стороны говорят, как это называется, а вы пытаетесь от этого отнекиваться. Значит, чаще всего вот это уже задолбало, ничего не хочется, апатия ко всему, это ваша неосознанность, простите, ваша тупость, ваша тупость, потому что можно и ну, точнее нужно быть реально тупым человеком, а я называю вещи своими именами, чтобы создавать вибрацию болезни, когда вы говорите, меня все задолбало, все меня достали, стерто-стерто, ваш ангел-хранитель, как я говорю детям, который сидит у вас на плечике и все слушает, он понимает, что вас нужно спасать, и он, знаете, как вот маленький ребенок, типа не знает, как спасать, он посылает вам спасение, что-то, за что вы будете сражаться, понимаете, да, он посылает вам болезнь, он посылает испытания для ваших близких, он не хочет, чтобы вы сейчас сдались, он хочет, чтобы вы сразились, он хочет, чтобы у вас появилась химическая реакция, и он дает вам испытания, какое-то, которое заставляет вас хотеть жить, ну вот вы плывете себе в лодке такие посредине океана и говорите, ой, что я жить не хочу, мне все надоело, у вас такие, опа, за борт, где акулы, вы думаете, вы будете просто говорить, о, класс, меня сейчас сожрут акулы? У вас включится мощное сопротивление, более простой пример, вы живете в отношениях и не цените эти отношения, у вас есть партнер, он вроде бы хороший, ну как бы, ну такое, и вам говорят, а если его кто-то уведет, вот вы говорите, о, господи, да кому он нужен, и тут появляется, и тут появляется женщина, шершеляфа, появляется женщина, и он на нее начинает реагировать, и вот он вам был пофиг, вам казалось, что он вам уже не нужен, вообще никому он не нужен, и такой вот он, и тут вы начинаете за него сражаться, вы говорите, ты че, ты мой? А он говорит, да нет, я не твой, я вообще, как бы, как говорит мой муж, свободный орел, и в вас начинает включаться, как так, что произошло, и дальше начинают происходить разные этапы, от момента того, что да, он козел, до момента того, что ты лучший мужчина в моей жизни, я только поняла сейчас, как я тебя люблю, это не только у женщин случается, но и у мужчин. Поэтому, если вы настолько глупы, чтобы не осознавать, что подобными заявлениями и реальными вибрациями вы притягиваете к себе испытания, причем очень часто зверские, зверские испытания, то вперед! Если вы это осознаете, ну, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. У меня есть более легкий способ, я рекомендую спрыгнуть со второго этажа, чтобы не убиться, но что-нибудь сломать, например, и потом пытаться восстанавливаться. Вот, да, то есть сделать какое-то увечье себе. Ну, если вам это необходимо, окей, но помните о том, что в следующей жизни вы можете проснуться инвалидом, спрятанным в чужое тело, который сидит с головой опущенной, я называю это тюрьмой. Это тюрьма, вы в жизненной, пожизненной тюрьме, потому что вы спрятаны в тело, которое не может шевелиться, а у ваших близких не хватает духа вас, ну, как бы убрать, отключить. Вы же родились, поэтому будьте очень аккуратны с подобными заявлениями, очень аккуратными, не шутитесь с ними, потому что вы получите ответочку. Это непременно случится.